8 июля 2021 года, 23.30, в павильоне продукты по улице Новгородцевой, 26Б, был зафиксирован факт реализации слабоалкогольной продукции в нарушении 181 федерального закона. Сегодня общественная организация выехала на этот раз по жалобам жителей города на постоянные нарушения, которые происходят в этом киосе, а именно на нарушение существа спира федерального закона, регулирующего оборот этилового спирта. Сегодня общественники приехали, произвели закупку, вызвали сотрудников полиции. Сейчас проводится осмотр данного торгового павильона. Приобретена бутылка пива «Жигалювская», по цене 55 рублей за одну бутылку. Павильон также установлен игровой терминал, надпись «Интертрейд электронной торговой системы». Есть ли взаимосвязь? Зарегистрирована ли эта организация брокерской компании. Так вот, из терминала был извлечен чек, системный чек. Здесь указан номер терминала, дата операции, идентификатор пользователя, сумма внесенных купюр и сумма выплаченных купюр. То есть, внесено 300, в общем, 200. Да, ни о каких опционах не может быть. Да. Ну, на этих устройствах торги, понятное дело, не проводятся. Ни бинарные опционы, ни векселя, ни акции, ни фьючерсы. Это просто сделано для того, чтобы завуалировать игровую деятельность данного устройства. Сотрудник полиции в ходе осмотра выявил слабоугольную продукцию, пиво в стеклотаре и в тетра-паке. На следующее время оформляются документы для привлечения организаторов к административной ответственности. Продолжение следует...